Привет, дорогие друзья, с вами Олери Хаус, и сегодня вместо рубрики Мобайл мы будем играть, где я обещал в нестандартную игрушку, которую я нашел в стиме, причем нашел я бесплатно ее. Вот, называется она «Отчужденный, акт первый». Это мод Half-Life 2, отзывы причем положительные в стиме. И суть игры, ну не суть, а сюжет игры в том, что рыбак плыл на своей лодке и вырезался в какой-то остров. И на острове там какая-то чертовщина творилась, начала твориться. Ну и посмотрим, что за чертовщина, буквально через минуту. Так, что у нас там по настройкам, настройки, игровые настройки. Это у нас сделать пересчеты 5, быстрое сохранение в 6. Так, давайте поменяем. 5, а скриншот сделаем мы в 6. Вот так. Так, мышь не надо, нам ничего, мышь аудио. Ничего, у нас там английский, только в диалогах понятно. Ну, все нормально. Играем с вебкой. У меня тут темно. Так, как я играю, у нас свет выключен, только настольная лампа горит. Ну и перед началом прошу подписываться на канал, ссылочка будет в описании. Либо вот здесь вот аватарочка, там моя, моего канала в нижнем правом углу. Можно туда нажать, подписаться. Вот. Также оставляем комментарии, что давайте новая игра. Так, что-то у нас здесь главы открыты уже. Ну, поехали. Посмотрим, что здесь за чертовщина творится. Отчужденный акт первый. Шторм-то. Еще так. Двигаться я не могу, и ответить на радиус. Алло. А если кто-нибудь слышит, меня зовут Жор. И мне нужна помощь. Меня зовут Джонатан Дэрил. И я хочу помощь. Это не сустава, они заплатили лошадь. Прошу, кто-нибудь. У меня есть припасы, но... Это автоматическое сообщение, корпорация Арклы. Произошло нарушение безопасности. Действуйте, обережайте, мандатский час. Это типа мы врезались, наверное. Так, мы уже играем. Сделал на том же движке, что и Half-Plat. Второй сразу напоминает. Так, я залезть на лестницу. Ну, реально. Не залазил. Ой, наен не нажимал. Так. Маяк. Нехило так припарковались. Давайте посмотрим, что у нас имеется. Мы бегать можем, прыгать. И все. У нас больше ничего нет. Такого. Извиняюсь, кстати, за то, что в субботу не было ретро-рубрики. Эмуляторы у меня что-то страдают какой-то фигнёй, непонятные. Глючат. Как всё исправлю, так сразу запишу. Так, ну давайте зайдём в домик, да? Посмотрим, что тут у нас в домике. Чё это? Сквозняком дверь закрыла, что ли? Да ладно. Нас заперли. Мухи жужжат. Так. Shipping permits below. Не, не силён в английском. Так что. Так. Ну, наверное, чё-то можно положить. Давайте ковак-колу положим. Ничего не работает. Да, это я ещё с Хайфлайфа помню. То, что можно подбирать всякие вещи. Так. Я так понял. Дверька не работает. Что-то скрип какой-то. Здесь тоже не работает. Так, понял, нам туда надо. Вон, решёточка. Крысы тут. Ну да. Так. Надо что-то такое покрепче. Банка с краской. Нет. О, кирпич вижу. Кирпичи вижу. Игрушка, кстати, хоррор. Будет страшно. Блин, лестница сливается. Я её и не видел. О, что-то у меня сам это. Нагнулся. Тикс. Докинул. Каши малоил. Отлично. Окей, мы сообразительные. Моделька. Маяка. Я хотел тарелку взять. Что-то всё развалилось. Непонятно. А вот что, дверь-то мне мешала открыть. Отлично. Теперь у нас... Что-то он сам садится. Ну и ладно. Нам легче. Чем он головой разбил, что ли? Так. Ещё дверь вот эту. Нет, не открывается. Ну и бог с ней. Так, вышли снова на улицу. Давайте сохранимся. О, такая большая надпись. О, птичка. Что-то она... Это плохо летает, эта птичка. Отрывок из газеты. Так. Передавай новостей, сплетен спорта, эстрады, бизнеса и кроссвордов. Ваша газета для вашей жизни. Вестник Вентворта. Маяк выведен из эксплуатации. После расследования, проведённого береговой охраной, маяк в Реддене, по решению мэра Джона Мэна, будет выведен из эксплуатации. Мы уверены, что на проходящий трафик это не повлияет. Прокомментировал ситуацию Билл Хайек, сотрудник департамента исследований морского транспорта. В своё время мы могли наблюдать грузовые суда в непосредственной близости от побережья Реддена. Но теперь из-за изменения морских путей до материка этого больше не повторится, подчеркнул. Мэр отказался комментировать ситуацию до тех пор, пока не будет выпущено официальное заявление о закрытии маяка. По словам береговой охраны, кораблей слишком мало, чтобы беспокоиться по поводу безопасности. Местные жители недовольны изменениями. Один из них обеспокоен тем, что это повлияет на небольшие торговые суда, которые всё ещё швартуются у острова, уточнив, что это был последний гость в крышу гроба тихого островного причала. Теперь большая часть бизнеса на острове будет уничтожена, сказал он. Порой маяк это единственное средство, которое позволяет небольшим судам попасть на остров и вести торговлю с местными предприятиями. Именно поэтому все мы обеспокоены, что случится, когда импорту придёт конец. Подробнее на странице 7. Так, в городе проходит пропажа конкурс на лучшие пугава. Чё? Проходит пропажа... А, это отдельная статья пропажа. Две недели прошло с тех пор, как сотрудник местного отделения Арквы Кристиан Плайт потерял чёрного кота по кличке Счастливчик. Он попросил немедленно связаться с ним, если кто-то увидит питомца. Так, в городе приходит конкурс на лучший пугава. Один из самых популярных живых конкурсов в это не возвращается. Любители собираются вместе каждый год и стараются создать самое страшное и жуткое пугало, способное отпугивать птиц. В прошлом году победитель 8-летний школьник Джушуа Фентон, который создал копию своей бабушки и просто покорил жюри копию бабушки. В этом году победитель получил несколько прелестных тортов от супруги мэра Джулии Мэн, которая недавно открыла на острове свой собственный магазинчик выпечки. Но празднование не ограничится пугалами. Всю неделю будут проходить различные мероприятия, а по городу будут стоять разнообразные прилавки и палатки. Если вы еще не видели наши пугалы, приходите на ежегодные мероприятия, узнаете, чем же все-таки просхищаются, а также попробуйте лучшую еду и напитки, которые могут предложить вам Реттон. Но если прийти сами вы и не сможете, не пропустите нам следующий номер, в котором мы будем подробно расскажем обо всем самом интересном. Так, подробнее в странице 10. Корпорация Арквы приобрела фармацевтическую компанию Philips. Нифига себе. У Philips есть фармацевтическая компания. В начале прошлой недели 30 сотрудникам были вручены уведомления о том, что огромная корпорация Арквы завершила приобретение местного фармацевтического производителя Philips Pharmaцевтиклс. Сделка последовала вслед за общественным признанием банкротства предыдущего владельца компании, из-за чего и начался поиск новых инвесторов. Блин, какая большая... Ой. Газету утопил. Блин, какая большая статья. Давайте посмотрим, что там дальше. Так, тут замок. Нифига себе. Москвич. Москвич и зеленый запорожец. Запорожец. Не ожидал увидеть здесь запорожец. Так, спойс-прыжок. Плевал я на ваш прыжок. Подобрать предмет. Ботинок. Смотрите, даже лона отражается. Прикольно. Не, все-таки. Прикольно сделано. Ностальгия сразу по... Этого... Фаллауту. У меня уже все. Один фаллаут в голове. Ностальгия по Half-Life. По второму. Ох ты ш... Эй, ты как там, в порядке? Поднимайся. Какой-то чувак с светящимися глазами. Давайте поднимемся, посмотрим, что он там скажет. Я столкнулся с небольшой проблемой. Так, что... Извини за беспорядок. Это была твоя лодка, да? Я не ожидал, что кто-то выживет. Давайте зайдем в дом. Давай. После тебя. А если ты мне еще в затылок выстрелишь? Давай, ты первая. Это интересное паркет, кстати. О, Джон. Джон Дэррил. Ну, что встал-то? Мне жаль, что это разбился именно здесь. Остров захвачен. Я был субтитрадио, и у меня получилось. Но... Потом случилось это. Я был встал, когда я смогла получить сообщение, но компания по названию Аклы блокируется связь. Черт, вы сообщение о комендантском часе. Послушай, возьми мой пистолет. Мне он больше не нужен. Но ты должен пробиться сам. Выдешь через черный ход. Дойдешь до реки. Дальше до реки в заповедение. А затем по рельсам в Вент-Вод. Я уверен, что сигнал исходит оттуда. Ты как дверь открыла? Силой мысли, что ли? Смотрите, у него даже трупешник на кровати. У меня такая же лампа, кстати, есть. Давайте пистолет возьмем. Всего 8 патронов. Гитара. Слушай, пока вы не ушел, я приехал сюда дать жену и дать жену на holiday 3 месяца назад. В как раз, когда все началось. Нас разлучили, но, пожалуйста, если ты их найдешь, позабоись о них. Сделай то, что я не смог сделать. Ну, окей, раз сам не можешь. Так. Good luck. Удачи. Спасибо. Август. Так. Дверь такая, как в туалет, блин. Домик наде... Так, там... Там кто-то есть, смотрите. Ага, понятно. Фонарик. Отлично, теперь у нас есть фонарик. Еще и батарейки надо собирать. Кончается. Походу, здесь была вот его дочурка. Рисунки детские. Мотыльки. Понятно. Такие вот гололомочки сразу решение находят. Так, он говорил вдоль реки. Че ты застрял? А. Давайте, ускоримся. Ну, такие же загрузки, как и в Half-Life 2. И в первом тоже так же. По коридорам, по таким идешь. И загрузка, локация загружается. С охранки сделать. О-о-о. А-а-а. Это я сам на лужу наступил. Блин, я думал... Так. Я уже потерялся. Болото какое-то. Или озеро. О, палатка. Давайте посмотрим, че там в палатке есть. Патрончики, отлично. Хоть не 8 уже. А 17. Всяк, а лучше. Не нравится мне эта тишина. Это че? Грибочки, смотрите. Мухомор. Так. Так, оно ничего не работает. Да, тишина. Мне это не очень нравится. Что-то никаких действий не происходит. Не делает. Ой, лампу уронил. Че он все... Как слон в посудной лавке. Стоит дотронуться, все падает, разваливается. Короче, в доме ничего нет, получается. О-о-о-о. На фига такое их. Ты кто? Зачем ты на меня бежал? Хоть с одного выстрела, хоть не такой сложный. Не такие сложные. В будках телефонные. В кустах. Так, ладно. Отлично. Ну, короче, я так понимаю, здесь какой-то зомби-абокалипсис. Судя вот по первым кадрам, по первым шагам, какой-то зомби-абокалипсис. Только зомби здесь какие-то резвые. Так, радио. Ничего, все, больше здесь ничего нет. Кто-то рычит, да? Или мне... Или это мне кажется? Кто-то рычит где-то? Ну, вот ты где. Лежать. Ну, не до такой степени. Все, здесь ничего нет? Блин, такой патрон что-то потратил. Да вылезет ты из этого. Вылезет. Но. Блин, как здесь, темно-то. Что за звуки? Пойдем, где свет. Свет это хорошо. Так, какие-то рычажки там. Фигня такое. Музыкальное сопровождение нормальное. Не-не. Пока игрушка затягивает. Хоть и... Не вал тут. Ну, нормально пока. Пока... Держит... Интересен. Так, здесь сломано все что-то. Фонарик. А-а-а... Понятно. Ручки вот... Да не тебя. Ручки лежат. Да я все помню с Half-Life еще. Такие вот штуки там всякие вставлять тоже надо было. Ну, похоже, чем-то все. Короче, мы подали питание, получается. Так, ну, здесь не лежит. Патрончиков-то никаких. Игрушки. Ну, ох. Поехали. Куда приедем, интересно. Вообще-то было сейчас в сохранении. Не, прикольно, прикольно. Еще... Это чудо еще и бесплатно. Да, вообще круто. Так, куда мы приехали? Залезли на лестницу. Нет, не зайти, ничего. А, можно обойти. Там вообще какое-то электричество. О, нифига, у нас еще и зум есть. Можем приблизиться. Посмотреть. О! Лежать. Да, ладно. О, нифига. Патроны. А как только их взять? Э, как их взять? Вон, еще патроны. Еще, еще. Вон, смотрите, сколько патронов. Отпалиты. Так. Дай мне патроны взять. Есть. Уйди. Да, не эту дверь. Еще. Отличненько. Да, дай. Так, а вот здесь-то как взять? Или это? Нет, не на улице. Алло. Прям в лоб, что ли, выстрелил? Окей. Давайте. Разбираться с этими... Ух ты! Ух ты! Держи. Еще бегает. А, мы открыли ворот. Ух ты Какой он резкий Блин Фиг попадешь еще Припечатал Куча мала Окей Тихо 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 Война миров Поехали дальше Тихо 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ух ты нифига! Хорошо еще нас не завалило Так, проползаем Дело-то походу в России Название все не российское Поезда на наши, похоже, машины стоят тоже как наши Всякие москвичи Ничего, я думаю, патроны бы подсвечивались Тоже ничего нет Так, чувак, ты живой? Или мертвый? Ку-ку, живой Теперь мертвый Отлично В лоб, прям в лоб Я прям снайпер Так, вижу телик там какой-то Кто-то любит китайскую еду Или японскую Тихо, хочу проверить Да Можно оторвать и не будет работать Так Маяк выведен из эксплуатации А, ну это мы читали уже Одно и то же Нафиг Старая пресса Так Сюда нам Так А здесь у нас что? Какая-то срач там в машине Просто Да Так Снова у нас тут Телефонная будка Ух ты Нифига себе Защипинаться может Бочкой играл Зачесался глаз Так Можно дальше пройти И можно Сюда пройти Знаете-ка Так Просто заглянем Тут у нас дверь Вообще Какая-то Блин Ну давайте Давайте Сначала сюда Зайдем Пусто Все пусто Короче Здесь Какие-то Фиговины стоят Какие-то Реакторы Реакторы Какие-то Генераторы Что? Звук Звук неприятный О, эти бочки Можно отрывать Такие же Были В этом Да что ты Такие же Были Хайфлайфи Только там Еще эти Отрывало Полтула Еще Руки Ноги По-моему Если я не ошибаюсь Так Сюда Или туда Фу Такой Звук Неприятный Реально А Получается Без разницы Все равно Сюда Вышли Отлично И И Открыть Люк Кстати Нам сразу Дали Пистолет А где же Знаменитый Ломик Гордона Фримена А Надо Держать Нифига Так Открылся Не знаю Как Уйди Провалились В подземелье Ну что Тогда Сохранимся На этом Закончим На этом Я с вами Попрощаюсь Кому Понравилось Ставим лайки Подписываемся На канал Не забываем Там Ссылочка Под видео Вот Комментируем И До новых Прохождений Всем пока Пока Субтитры